Я, чтобы не забыл, вам скажу по исповеди опять. Смотрите, вы люди компьютерной эпохи, и даже те, кто родился еще, когда по улице Зилы старые ездили, значит, все равно мы живем в компьютерном мире, и некоторые вещи можно легко объяснить при помощи компьютерных выражений, терминологии. И вот, смотрите, что такое спам? Это ненужная информация. Какая-то информация в спаме есть, но она ненужная, и мы ее стираем или как-то отбрасываем на периферию нашего рабочего компьютера, иначе спам нас просто засыпет, и мы будем в этом барахтаться, в ненужной информации, какая-то информация в ней есть. И недавно одна женщина подошла ко мне на службе до литургии и говорит такие слова, а можно без спама причаститься? Я понял, что она имела в виду. Можно не идти на исповедь и не говорить вот это все однообразно одинаковое, о том, что у меня нет смирения, нет любви, вот это все частично высосано из пальца, частично прочитано из чужих книг, но к тебе относящиеся каким-то боком, ну каким-то боком. Как бы очень трудно о себе сказать свою тайну, потому что свою тайну ты не знаешь, ты сам для себя тайна. А испырь – это именно выворачивание души наизнанку с желанием вот эту тайну раскрыть, поэтому мы всегда с этим сталкиваемся, особенно в те дни, когда мало духовенства и много людей, пусть будет людей еще больше два раза, но нужно эту проблему решать вот духовно потихонечку. То есть есть исповедь как спам, понимаете, вам должно быть это быть понятно, это ненужная информация, ненужные слова. Когда ты говоришь как бы очевидные, понятные вещи, зачем ты их говоришь, как бы тратишь только время, мое, свое, лучше бы ты постоял и в это время произнес какую-то лишнюю молитву, Господню или другую, а я бы ушел в алтарь в это время, и у меня там есть чем заняться. Поэтому, пожалуйста, пересмотрите свое отношение к Исподи как к возможному спаму. Вы знаете, что мы бы удивились, что в церкви были времена, когда люди исповедовались только раз в жизни. Человек крестился и жил во Христе в причастии, в евхаристическом общении, в тайных подвигах, в готовности страданий за Господа, в ожидании Царства Небесного, и они не исповедовались. Едва-едва потом ввели Таинство Исповеди для того, чтобы там как-то с падшими разобраться, с теми, кто в гонениях ослабел, не устоял, где-то там дрогнул. Потому что Исповедь настолько грандиозна сама по себе, в принципе. Это обновление благодати крещения. Ни много, ни мало. Это возвращение в церкви от падшего человека. Это если человек, например, пошел, идолу поклонился, и принес как бы зерна лада на каком-нибудь там хамосу или астарте. И потом пришел бы на Евхаристию, и сказали, стой, 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 стой. Тебя нельзя сюда, ты должен стоять за КПП. Ты предатель, ты не наш. И тогда бы он вдруг понял, а что же мне делать? Начал бы плакать, и тогда бы для него нужна была Исповедь, чтобы он вернулся в церковь. А наша практика Исповедная, она имеет монашеские корни, и она, по сути, является мирянским приложением Исповеди помыслов. Когда есть некий старец, не старик, а старец, духоносный человек любого возраста, к которому приходят по вечерам каждый день монахи в вере на ему обители и открывают ему свои помыслы. Не грехи, а помыслы. Потому что, когда помыслы открыты, грехов не будет. Грехи появляются, когда помыслы закрыты, когда ты сам в себе варишься, и потом как бы вывариваешь из себя какую-то гнусность. А если ты каждый вечер приходишь и говоришь, я смотрю с вожделением на эту бабу, потом на эту бабу, а потом у меня есть мечта разбогатеть и выйти из этого монастыря, купить себе кадиллак, закурить сигару и жить в Майами. И ты скажешь эту дурость, она испарится, а не скажешь ее, ты будешь жить с ней 20 лет, и на старости с ума сойдешь. Природа такая, как бы греха. Открытый он исчезает, закрытый он множится. Как клоп за шпалерами, за обоями. Понимаете? Так что наши исповеди, это не исповеди, это полумонашеская попытка исповедовать помыслы. А я вот думал это, а мне вот показалось это, мне приснилось вот это, а я там почувствовал вот это, там все вот эти свои чувствительности. Короче, поймите, что мы сварили какой-то такой странный такой бульон из совершенно разных вещей. Из, собственно, покаяния и из откровения помыслов, которое в наших мирянских условиях в принципе и невозможно. Потому что для этого на месте исповедального священника должен стоять старец. То есть духоносный человек, который бы знал тебя более-менее еще до того, как ты рот раскрыл. И ты ему говоришь там, какую-нибудь такую вещь, типа я много сплю, например, и вечно хочу есть и по телефону говорю там 4 часа в сутки. А он тебе говорит, это не важно, это не важно, это потом само решится. Важно то, что ты сделал вот это, это и это. Вот это важно. А ты об этом молчишь. А ты оп, вот это да. И начинаются слезы, крики как бы и покаяние. Но у нас нет таких людей. И если вы обтопчете всю Москву с фонариком, значит, вы их можете не найти. Может быть, найдете. Поэтому делать из нашей исповеди откровение помыслов по-полумонашески это как-то не очень умно. Но мы все этим занимаемся. Вся наша церковь занимается этим. Когда-нибудь нужно прекратить этим заниматься. Что если приходит человек первый раз, ему нужно пропустить как бы от а до я. Но когда, например, стоит вот в нашем храме, ну, условно говоря, вот она или он, или он, и мы уже знаем друг друга очень много, не нужно как бы нам знакомиться. Где мы живем, сколько у нас детей, где учатся наши дети, тогда вам не нужно ничего лишнего говорить. Потому что это будет спам. Ну, как бы лишняя информация. Которая съест время, пока ты будешь там бу-бу-бу говорить, за это время пропоют единородные сыни. Потом будешь бу-бу-бу говорить, а за это время пропоют блаженство евангельское. Потом будешь бу-бу-бу говорить, за это время апостол прочитают. И ты так ничего не поймешь в очередной раз. И так всю жизнь будешь ходить, вот это наша, ну, великая наша печаль, что как бы ходят-то ходят, а потом к старости спроси его, что ходил-то, что накопил, что набрал. А он тебе и не скажет ничего, потому что и непонятно, что набрал, что накопил. Потому что бу-бу-бу это все, вот эти походы в очередь с бидонами за святой водой на Иордан, вот это вот лепление свечи, которых здесь, слава Богу, нет, это передайте свечечку к празднику. Передайте свечечку к празднику. Если кто-нибудь у вас стоял когда-нибудь в битком набитом храме каком-нибудь мирском, то там вечно тебе по плечам стучат, в любое время, что на Евхаристии, что когда хочешь. Передайте свечечку к главному подсвечечку. Вот эти свечечки к подсвечечку, там панихидка, значит, в среду-пятницу капуста, по субботам акафист, как бы, значит, и бу-бу-бу, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, смерть пришла, а ты вообще, а ты левый, ты фонарь, ты пустой, ладно пустой, ты голый. Испыть как таинство останется всегда. И она будет нужна одному, двум, трём, десяти, сотни, миллиону. Но не всем и не в такой форме. А там, где есть своя общинная жизнь, там, где все всех знают, там, где можно при перечаше имени называть, потому что ты сам знаешь, кого ты причащаешь, там нужно, чтобы это всё ушло от формализма. И мне кажется, что слово спам здесь очень многое объясняет. Информация, конечно, есть, но она такая дурная, что ей нужно просто, её нельзя, ну, как бы, ну, зачем? Типа, вот, а поговорить, что ли, да, такое, но это не тот случай, мне кажется. Ну, вот, теперь, что ещё надо взять из этого? Ну, ещё, простите, я не то, чтобы там, как бы, огорчён или ругаюсь, нет, не ругаюсь и не огорчён, как бы, это стандартно запущенная ситуация, в принципе, как бы, которая существует везде. Поэтому ничего нового, ничего особенного. Всё, как бы, Бог хранит церковь, церковь живёт, слава Богу. Вот, но ещё нужно адекватно относиться к тому, кто за твоей спиной, сколько вообще в храме людей, сколько духовенства. Нужно мониторить ситуацию. Так, поп-один, на исповеди 50 человек, у тебя в голове ерунда, нет же, нужно достоять и сказать эту ерунду. А на вопрос, а когда вы были на исповеди в последний раз? Он говорит, вчера. Потому что про себя человеку хочется поговорить, причём в таком ключе, в котором мне хочется поговорить. Если бы я, например, знал тайну вашу, ваших сердец, и начал бы вас спрашивать про ваши настоящие грехи, вы бы на меня обиделись и больше бы не пришли. Потому что поговорить о себе с точки зрения того, что мои грехи известны, никто не хочет. А поговорить про себя с точки зрения того, что я сам хочу сказать или сама хочу сказать, это, пожалуйста, это приятное занятие. Типа смириться, типа там побаловаться в покаянии такое. Это всё не то, возлюбленные о Господе. Это всё не то. Если Бог нам даст покаяние, мы будем каяться. Мы будем плакать. Тайно будем плакать под одеялом. Ночью заснуть не сможем. Будем бояться заснуть, чтобы не проснуться часом утром. Мы будем как-то по-другому думать. Сначала думать, потом уже всё остальное. В общем, настоящее покаяние, боюсь, нам плохо известно, но есть карикатура покаяния, это ещё хуже. Когда покаяния нет и вообще ничего нет, то это ничего не страшно. Но когда покаяния нет, но есть какая-то карикатура, тогда это страшно. Потому что можно всю жизнь как бы вот как-то стремиться к карикатуре. Это вообще не нужно. Я с каждым днём убеждаюсь, уже давно убедился, продолжаю убеждаться, насколько как бы есть проблемы вот в этом вопросе, в вопросе молитвы. Ну вот теперь переходим к настоящему. сегодня память святой. У нас она называется Кекилия, которая считается, по крайней мере, в западной церкви, но она замучена была в первые века, она общихристианская мученица, просто в Италии её знают, а у нас нет. Это покровительница музыки. И все те, кто хочет как-то заниматься музыкой, вот, например, в тех краях, вот этих тепло-итальянских, они знают Чичиллу или Цицилию или Кекилию, как мы её целомудренно в календаре прописываем. Был такой гениальный человек, Джузеппе Верди, который, ну да, он для итальянцев это что-то типа Чайковского, так же грандиозно и так же полно выразивший в музыке итальянскую душу. Он перед смертью все свои деньги, очень немалые, которые он накопил за свои гениальные произведения, вложил в такой, значит, Каза Ди Верди, такой дом Верди построил. Это такой пансион для работников искусства, оперно-вокального, которые вот на старости остались одни, то ли без детей, то ли детей не было, то ли дети их бросили и без накоплений, и без детей. Это был большой, он сейчас есть, это Каза Ди Верди, он существует и сегодня. Это огромный, такой в классическом духе выстроенный такой пансионат, такой дорогой замок, по сути, с церковью внутри, посвященный мученице Цицилии, потому что все, кто там находился и находится, это действующая до сегодняшнего дня гериатрическая организация. То есть он не надеялся спастись только лишь тем, что он писал красивую музыку, он надеялся спастись все-таки еще и добрыми делами. И вот там, интересно, я видел фильм про эту, эту Каза Ди Верди, и там такой храм Цицилии, там она слютней изображается, святая мученица. И вот мне хочется вспомнить покровителей музыки, потому что музыка как бы учится, изучается, но глубинная суть музыки, как христианского, такое благовестие специфичного, она тоже мало кому известна. У нас есть Роман Сладкопевец, Творец Кондаков и Диакон Великой Церкви, потом есть Ян Дамаскин. В Западной Церкви музыкой занимался святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский, создатель григорианского хорала. Это классическое западное святоотеческое пение, которое у римлян, у западных тоже имеет место. Например, если где-то вы почитаете объявление о богослужениях, например, на каком-то костеле, то там могут писать, например, как-то отдельно такое богослужение сопровождается григорианским хоралом. Это то, что у нас знаменное пение, оно трудно понятное современному испорченному попсой человеку. Когда человек всю жизнь слушал Машу Распутину или Филиппа Киркорова, ему трудно понять, как можно молиться под знаменное пение. А на самом деле это и есть молитва. Если бы какой-нибудь человек из тех древних времен оказался бы в нашей церкви и услышал бы какое-нибудь такое фартисимо, значит, такое вот портесное, то он бы сказал, как вы можете молиться под эти звуки. То есть музыкальная культура, она напрямую связана с культурой души и культурой ума. И человек выстраивает свой внутренний мир согласно с тому, что он слушает. Слушает он, например, бардов. У него определенное настроение души. Слушает он, скажем, дослушался он до баха. Но благо ему будет, потому что он слушает самую лучшую музыку мира. А в церковном отношении есть целые пласты музыкальной культуры и есть пласты музыкального бескультурья. Вот я уже тысячу раз говорил об этом, иногда специально даже, но чаще всего не специально, что наш патриарх, дай бог вам долгие лета, уже сказал, я сам слышал на одном межсоборном присутствии, что нужно стремиться к тому, чтобы у нас вернулось в нашу жизнь общенародное пение. Я говорю, что иногда специально будете на меня стучать, доложите еще и то, что я обязательно это напоминаю. Будете же стучать, тогда всю правду скажите, что я напоминаю. Он сказал, я повторяю. А я больше не слышу нигде, кто бы повторял бы это. Это очень важная вещь. Смотрите, мы пробуем с вами петь Ектении, подай господи тебе, господи. Ясно мы поем верую, как-то поем там «Отчинаш», что-то там еще поем. Но это только начало. По идее у нас в храме поется евхаристический канон «Тебе поем, тебе благословим» на одну и ту же мелодию уже 7 лет. Потому что их есть много, как херувимских. Вот на херувимской хор отдыхает, они себе выучат ее и наслаждаются ею. И там действительно херувимский гениальный. А милость мира есть тоже гениальные. Но мы сознательно поем 7 лет ее, чтобы она навязла на ухо. Она простая, как в третьем классе, музыка, в первом классе музыкальной школы. Милость мира, жертву хваления, там и со духом твоим, имам и ко Господу, достойно. Три ноты. Для того, чтобы вы слышали это и чтобы мы на каком-то этапе смогли служить с вами литургией, чтобы вы все пели. Потому что на сегодняшнем этапе вы должны подпевать. Для того это и поется на одну ноту. Потом, например, нам нужно знать тропарь Василию Великому всем на первый глаз. Да? Во всю землю из-за вещания Твое. Это тот же глаз, на который поется тропарь Кресту. Спаси Господи, любви Твое, который нужно. Тоже, если вдруг надо запеть, то надо всем его запеть. Короче, мы должны петь много. Ясно, что никто из нас не будет шаляпиным или каруза. Но петь может каждый человек. Немножко, чуть-чуть. Развивая слух, распеваясь. Признаком проснувшегося слуха знаете, что является? Признаком проснувшегося слуха является то, когда человек чувствует, что он фальшивит. Как признак проснувшейся совести является реакцией на то, что я согрешил, и совесть в тебя бым, так нельзя. Так и признаком проснувшегося слуха является то, что человек чувствует, что он поет плохо. И он начинает петь тише. Потому что, когда у человека слуха нет, а петь хочется, он дует, поразит, перекрывая всех, и все не туда. Это часто такое бывает явление. На хорах все это хорошо известно. И такое и в церкви может быть, когда он встанет и дует. А глухой и не слышит, что он не тот дует, не туда. А человек слышит, что не то, не могу, там не вытягиваю, там не слышу мелодию, тихонечко там, мурлычу там такое, люди пусть другие поют. Короче, в принципе, в принципе, конечно, нужно к этому прийти. Это не архи какая задача. Но задача существенно необходимая. Во-первых, потому что, когда люди поют в храме, это можно однозначно сказать, что поют верующие люди. Потому что в нашем хоре, я не сомневаюсь, что поют верующие люди. И мне нравится служить при нашем хоре. Они поют хорошо. Они поют и красиво, и с сердцем, с молитвой. Не в последнюю очередь, потому что регент имеет большой опыт пения в монастырях. И была регентом монастырским. А это самая лучшая школа для регента. Там и устав знают, и разные распевы, и так далее, и так далее. Но есть же ситуация, когда хор наемный. Просто наемный. Людям заплатили, они пришли. И поют. А в перерывах листают телефоны. Да что там, говорит, в семинариях, может быть, такие хористы. Человек голосистый, у него эти нарочек красивый. Он на хор встал, свою партию пропел, потом пока Евангелие читают. А он в интернете, на телефоне читает, что-нибудь свое. А это вообще, это страшный суд. Когда на хоре поют без веры, это ужас. Есть такой фудель, Сергей Иосифович, такой писатель духовный, он описывает там, быт церковной Москвы 60-х, 70-х годов. Он пишет, говорит, скоро записку в алтарь присылают на всеночной. Служите быстрее, сегодня хоккей. Ну, вот смейся, плачь, как хочешь, как бы. вот это, это вот, прям книжка фуделя у стен церкви. То есть, там стоят оперные певцы. Они на подработку, по субботам вечером, когда у них нет концертов, приходят, получают какую-то денежку и поют там по нотам. Поют, Господи, вазвах тебе услышим, и он не верит ни в Господа, не знает, что тебе вазвах. И ему это до лампочки. Но хоккей, как бы, поэтому, что он там тянет, как бы, значит, этот протеерей там целый, значит, пусть быстро заканчивает, надо быстрее домой. И поэтому, когда поют там, то не всегда понятно, кто там поет. Там должны петь ангелы, а поют, как бы, значит, какие-то разные другие существа. Я повторяю, что в нашем храме я доволен хором и дай бог Лене под больше здоровья, чтобы она еще пожила и попела, потому что она тяжело борется с онкологией, вот, значит, как с диким зверем. А вообще это может быть, что хочешь. Вообще говорят, что в церкви есть три проблемные точки. Это хор, это свечной ящик, которого у нас нет. И это аллилуйя. Значит, стояли бы там и болтали бы, чесали бы лясы, звенели бы там тугриками, деньги были стали, независимо от того, херувимская здесь или милая. Стояли бы там где-то с этими свечками, Господи помилуй, и была бы тоже еще одна проблемная точка. Точка сплетен, точка денег. Там, где деньги, там проблемы. Значит, хор, свечной ящик и алтарь. Это три проблемные точки церкви. Самая беспроблемная точка церкви, это вот людское, там, где народ собрался помолиться. Потому что вас никто не заставляет, вы пришли, потому что у вас есть то ли покаяние, то ли чувство необходимости к Богу припасть, то ли вы просто любите Бога уже давно и постоянно. И поэтому самые чистые мотивы у стоящих здесь. И могут быть не очень чистые мотивы у находящихся здесь, находящихся там и занимающихся всякими там этими делами, дровами. Но это правда. Но это правда. Свечницы, клиросные, ну и наш брат. Это проблемные точки церкви. значит, поэтому в принципе надо там, где можешь делать порядок, там делай, там, где не можешь, там вздохни и живи дальше. Но петь нужно всем. Потихонечку, помаленечку. В чем еще красота этого всего? Что если мы будем петь все, то мы будем петь очень простой обиход. Очень простой. Мы не будем петь там «Господи помилуй» на два голоса или на три голоса. Нет, не было. Мы будем «Господи помилуй, Господи помилуй, Тебе Господи, аминь». И все, больше ничего не нужно. А больше ничего и не нужно. То есть у нас не театр, мы не пришли как бы чесать себе за ухом и упражняться в голосовых упражнениях. Мы пришли помолиться Богу. Чем проще, тем лучше. Поэтому это вопрос как бы не будущего, это вопрос вчерашнего. И как это трудно научить людей, например, чтобы они все вместе просто открыли рот «Святые Божии, святые крепкие, стебе смертные, помилуй нас». Перестали стесняться своего голоса, перестали кричать или шептать, а начали адекватно по слуху молиться. Ну и потом дальше, дальше. Поэтому смотрите, необходимо обязательно думать об этом. Я даже не знаю, что дальше делать, потому что я вижу, что телега не движется, она очень трудно движется, не зная, что какое событие будет предпринимаемо тобою дальше. Но нужно обязательно слушать песнопения церковные, заучивать их наизусть, петь их сам с собой. Когда сам с собой поешь, кажется, что поешь красивее всех. Когда, например, посуду моешь и поешь, думаешь, как же я красиво пою, почему я не пою на сцене. Но когда ты споешь это перед кем-то, думаешь, боже, как тебе не стыдно. Ну как бы так оно и, так есть, но что делать. Но петь нужно. Я вам еще даже больше скажу, возлюбленные, вопрос ведь не о том, что будет ядерная зима и скоро всем гоплык, хотя этот вопрос тоже серьезно рассматривается. Вопрос в том, что просто души умирают. Умирают души до умирания тела. Еще тело живо, а душа уже нету ее. Она уже скукожилась и почти не жива. А люди живут, когда поют. Опять с удовольствием повторю эту простейшую мысль, что человек счастлив, когда поет. Когда душа поет, то человек оживает. И в принципе психическим здоровьем человека одним из признаков является умение петь и адекватное пение в разной ситуации. Чтобы ты, например, мог на могиле спеть со святыми упокой и вечную память. А за свадебным столом чтобы ты знал две, три, четыре веселых и безгрешных песни народных. Церковных, полуцерковных и так далее. Чтобы ты знал церковные песнопения, чтобы ты работал и пел. Потому что мы сегодня с точки зрения вот этого простого критерия мы просто как бы психи не обследованы. Раньше емщик сидел на облучке, пел. А баба в поле жала, пела. А дитя колысало, пела. А мужик, например, ехал там дрова рубить или потом нарубил и ехал обратно, пел. А когда вообще люди не пели? Они везде пели. Не потому, что они сыто жили. И они не компенсировали голодное брюхо пением. Есть такая пословица, говорит, поп да петух не евший поют. То есть человеку надо что-то съесть, потом петь. А поп, значит, приходит в голодный в церковь и поет. И петух тоже не поел, еще уже поет на плетне. То есть так народ сказал. То есть они не от голода пели. От голода только петух да поп поют. Больше никто. Они там что-то там кусок хлеба съел, редькой закусил, значит, и поет что-нибудь такое. Грустно на душе, грустно поет. Весело у него, весело поет. То есть это были живые люди. И они могли освоить эту огромную страну. И от них нарожались академики, генералы боевые. От них нарожались художники, физики, скульпторы, мореплаватели. Они были живые и нарожали живое потомство. А сейчас никто не поет. А то, что поют, музыкой назвать нельзя. Это бесовский лай. Это хуже мата. Потому что, если, например, будут матюкаться просто в мегафон, это будет не намного хуже, чем поют то, что сейчас поют. Потому что это бесовский лай. Электронный лай или словесный просто такой. А мы должны петь. Это единственное в нашем народе, кроме ансамбля Александрова или какой-то хора имени Веревки, единственная страта поющая это церковные люди. Потому что мы поем каждую неделю. Человеку, чтобы обычному, чтобы спеть что-нибудь, надо выпить или прийти на свадьбу. И то он не знает, что петь. Просто орет что-нибудь степь да степь кругом. Дальше слов не знает. У нас нет культуры пения. А мы с вами поющий народ. Это единственная страта общества, где люди могут весело петь без греха. Чтобы христианам петь, им не нужно выпивать. Всем остальным нужно набухаться, а потом уже орать дурными голосами. А мы можем петь с утра до вечера. Нам есть что петь. Августин Блаженный говорил, что влюбленный поет, влюбленным свойственно петь. Церковь поет постоянно, потому что она любит Иисуса Христа. Если бы мы хотели, мы могли бы шепотом служить. Кстати, есть такая практика, например, в западных церквах там есть практика шепчущей литургии, когда священник говорит, мир вам. Народ говорит, не духами твоему. Говорит, помолимся, сердца нашего Господа. И так они, например, ночью собралось там семь человек и батюшка с ними такой, они шепотом служат. Это тоже интересно. Но мы хотим петь. Потому что нам весело от того, что наша душа поет. Так что вот смотрите, сегодня покровительница пения церковного святая мученица Цицилия. Ну и там еще много разных есть святых, такие там Лаврентий Черниговский, Дмитрий Ростовский. Он прекрасные канты писал, был очень музыкально образованный, одаренный человек. Он, когда умирал, попросил, чтобы ему нотами выстелили его гроб. И он лег на свои ноты. И так с этими нотами был погребен. И ноты эти остались нетленными вместе с ним. Такой был очень такой известный барокковый такой композитор духовный. В общем, надо в эту тему как бы тоже заглядывать. Потому что музыка это жизнь души и ее здоровье. и нам, я не знаю, что дальше делать в нашем приходе, но надо будет что-то делать, как-то вот поднимать вашу душу, ваши умы, чтобы вы тоже как-то вовлекались в это пение. Потому что народ истинно живет, по-настоящему живет, когда он поет и молится вместе. Ну и там последнее, там с Цицилией пострадал такой мученик Тивуртий. У нее есть такая фраза потрясающая. он говорит «Тот мир мнится не быти, потом бах, а он есть. А сей мир мнится быти, оп, а его нет». Понимаете, что такое мнится быти? Кажется, что есть. То есть тот мир, тот другой мир, кажется, что его нет. Потом о, а он есть. А этот мир, такой основательный, твердый, такой вроде бы непоколебимый, кажется, что он есть. Потом оп, а его нет. Это он сказал мучителям, которые вынуждали его на отречение, но он напрягся, закалился в душу, чтобы страдать, и пошел на смерть, и сказал такие великие слова. Мученики вообще много не говорили, они говорят, раз-два сказал, но это очень ценные такие вещи. Ну и Зосим, во имя воскресшего Иисуса, отправляем вас по домам обедать и завтракать вместе.